Здравствуйте, уважаемые друзья! Телеканал Инспорт представляет вашему вниманию прямую трансляцию из Искреногорска Дворец спорта имени Бориса Александрова Сегодня 26 октября 2022 года И в очередном матче молодежной лиги Казахстана ЖАЗ Лигас встречается Торпедовский Нагорск и Алматы Достаточно насыщенным И можно сказать, что хозяева площадки провели ударный второй период Но вот в первом периоде было на что посмотреть Первыми отличились торпедовцы Это сделал Андрей Перутинский Он открылся на дальней штанге И переправил шайбу с неудобной стороной крюка ворота Ивана Рудковского Алматинцы ответили броском от Калиева в дальний угол 1-1 на 7-й минуте первого периода И Никита Эрштейн ничего не смог подделать с этим броском защитника Алматинской команды под номером 21 В первом периоде больше заброшенных шайб мы с вами не видели Хотя моменты возникали у орла Трудковского и также Эрштейна А переломный момент, пожалуй, наступил уже в периоде под номером 2 Но перед этим мы видели достаточно активные атаки команды Алматы Здесь прорыв Кирникова и спасал свою команду Рудковский Ну и, конечно же, команда Южной столицы также очень опасно контратаковала И все эти контратаки выглядели достаточно остро и опасно Во второй 20 минутки торпедосы вышли вперед после того, как подключился Ибджанов Здесь бросок Исимова, отскок от вратаря и Кирников выдает идеальный пас Данилу Икуджанову И 91 номер торпеда не промахивается по пустым воротам Еще раз смотрим, здесь чуть выкатился Рудковский Голкипер команды Алматы и этим воспользовался Данил Икуджанов 2-1 Выход 1-1 с голкипером нападающего команды Гастей Алсит не сумел этим шансом воспользоваться И очень активны были алматинцы в атаке Но Эрштейн творил чудеса Здесь уже ошибка голкипера Гастей И Тюденьков бросает прямо в Рудковского Опускает шанс И 2 подряд опасных 2 опасных контратаки Но подводит завершающая стадия Ускоренгорских хоккеистов И затем отличается Диас Распеков Который выкатился на ударную позицию И поразил ворота Рудковского Смотрим Не приближаясь к району Усов Он наносит неотразимый бросок Прямо под перекладину И 3-1 на 35-й минуте матча Было удаление у торпеда На 2 минуты был отправлен штрафной бокс Мерзликин Однако своим шансом алматинцы не воспользовались А вот Диас Распеков мощенький с ним броском Отправляет шайбу точно в угол Плечом бросал он из-под защитника И это в какой-то степени тоже Дезориентировало голкипера 4-1 по итогам двух периодов А в 3-е 20 минутки команды Играли практически без средней зоны Они постоянно были в атаке Были активны Но все их попытки Разбивались в блестящую игру Ивана Рудковского И Никиты Эрштейна Эрштейн сегодня провел Классный матч И если бы не пропущенная шайба То он бы скорее всего и стал Главным героем сегодняшней встречи Хотя по его спасениям Конечно же так можно утверждать Смело Тютюльков в контратаке Бросал дальний угол В створ не попало Затем уже алматинцы Выход 2-1 Здесь Завьялов Бросал и выше ворот А здесь уже Распеков Попадает в штангу Из выгоднейшей позиции Поздравление тренеров Команды Торпеда И со счетом 4-1 Сегодня 2 очка Зарабатывает Ускамегорская ледовая дружина Статистика сегодняшнего матча По броскам 36-33 Небольшое преимущество хозяев По вбрасываниям более существенное 32-18 Ни разу команды не отличились В численном большинстве Хотя 4 возможности Были у алматинцев И одна у скамегорцев На этом все друзья Мы с вами смотрели Матч молодежной лиги Торпеда Алматы 4-1 Завтра в 13.00 Повторный матч До встречи В прямом эфире Канала Инспорт До свидания Субтитры создавал DimaTorzok